Биомолекулы Биомолекулы Проблема в том, что молекулы и их комплексы приходится помещать в среды, которые сильно отличаются от условий живой клетки. И в таком окружении молекула вполне может претерпеть изменения и предстать совсем не в том виде, в котором она работает вживую. Такие исследования требуют кристаллизовать биологический образец. И тут криоэлектронная микроскопия может подарить такую возможность. С этими словами, начнем с того, как электронная микроскопия работает. У нас через образец идет пучок электронов. Взаимодействие с электронами самого образца электроны пучка там рассеиваются. И расшифровав картинку, как они рассеялись, мы в итоге можем картинку того, что изучали, получить. И в завершении важно отметить, что исследования лауреатов обеспечили революционный прорыв в биологии. Поскольку позволили впервые взглянуть на то, что прежде было совсем невидимым. На отдельные биологические молекулы и даже на составляющие их атомы. Ученым даже удалось рассмотреть вирусы. Например, вирус Зика, что наверняка сулит ближайшую победу над ним. Адель Шамилова, Универ Ньюс. Универ Ньюс.